Здесь уже подгружены типовые утвержденные менюстом уставы. Быстро и легко, а главное удобно. Зарегистрировать некоммерческую организацию теперь можно онлайн. Для этого необходим доступ на портал УОС-услуги. По удаленке можно подать заявку и на предоставление грантовой поддержки. На Крайнем Севере это очень удобно, учитывая отдаленность городов и поселков от административных центров. Даже на уровне муниципальных конкурсов у некоммерческой организации будет возможность через нашу же платформу «Гранты Ямала.РФ» зайти и в онлайн-режиме не только подать заявку, но и отследить, пока идет процесс экспертизы. В добровольческом центре «Золотые грифоны» уже больше 200 участников. Филиалы открыли в Тазовском, Надыме, Ноябрьске и ДНР. Для дальнейшего развития необходима весомая грантовая поддержка. Поэтому руководитель центра Наталья Алексеенко и решила создать некоммерческую организацию. Наш Минюст, который Ямало-Ненецко-Автономного округа, располагается в городе Салихард. Я прям хочу это отметить, действительно. Самые замечательные девушки, консультанты, которые там работают, поскольку напрямую лично со мной девушка общалась и вела меня, и корректировала. В регистрации некоммерческой организации через сайт госуслуги есть и другие преимущества. Гражданин освобождается от уплаты государственной пошлины. Она достаточно, может быть, и небольшая, но порядка двух с половиной тысяч. Надо подгрузить документы в виде устава, этих протоколов и решений и подписать электронную цифровую подпись. Физлицам проще всего получить электронную цифровую подпись в МФЦ, а юридическим – в налоговой инспекции. Всего же с начала года онлайн-регистрацию некоммерческой организации предпочла большая часть из обратившихся северян. Виктория Воронецкая, Алена Кушекова, Максим Кутафин. Время Ямала.